вы на канале да венчи с вами даша виноградова всем привет сегодня с помощью вот такого стакана я буду делать небольшой органайзер для того чтобы разместить там ватные диски ватные палочки и еще всякую чепуху которая нам девочкам чаще всего нужно такой органайзер классно разместить например ванной очень удобно очень практично можно поместить несколько кисточек туда но для начала я конечно взяла стакан форму которого меня максимально устроила обмотала его фольгой далее взяла большущий кусок голубой полимерной глины должен такая более синеватая и и мешала сама размешивала добавляла черную полимерную глину для того чтобы приглушить цвет и чтобы он не был слишком синим и потом прокатала через пастомашину с кусочком джинсовой ткани чтобы текстура осталась на глине далее отрезала то есть выровняла верхний край и аккуратно прижимая максимально стараясь не повредить текстуру от джинсовой ткани я вот так вот одела этот кусочек на стакан стык я проклеила фимогелем то есть обработала фимогелем и отправила на запекание тот стык обрабатывать слишком хорошо не обязательно потому что я там все равно все буду срезать но просто чтоб стакан держал форму здесь я взяла белую акриловую матовую краску и вот такими вот легкими движениями слегка пачкая палец я подчеркиваю текстуру джинсовой ткани на полимерной глине мой стаканчик уже запекся и я снимаю его очень удобно потому что если не использовать фольгу у вас глина может прилипнуть к стеклу к стекла стакану и очень сложно будет потом его снять наш стаканчик полимерный от стаканчика стеклянного поэтому обязательно используйте фольгу либо можно даже бумагу обычную тетрадного листа можно пергаментную бумагу ну в общем гореть не будет даже обычный тетрадный лист далее я делаю кармашек я его правда потом переделаю но показывать как я его переделываю не буду потому что суть та же самая единственное что я просто сделала его потом больше и более вместительнее то есть внутреннюю часть я сделала большой чтобы туда больше палочек ватных влезла обязательно для того чтобы у вас глина прилипала и была податливая и прилипала к уже запеченному основному стакану у вас глина должна быть достаточно мягкая если она жесткая она будет плохо крепится вам будет сложно работать потому что стакан уже запечен глина жесткая и сырая глина будет плохо к нему лепиться вот важный момент до строчку я думаю вы поняли как я делаю все очень просто не по кусочкам прикладываю каждый кусочек а одну сплошную колбаску тоненькую и потом как будто ее нарезаю тем самым имитируя простроченные какие-то детали тут уже все дальше зависит от вашей фантазии сколько кисточек вы хотите разместить вот я для того чтобы понимать какой размер мне нужен вот детали я взяла кисточку да и приложила ее поняла как далеко мне надо ее крепить какой объем должен быть у этой детали и так далее потом вот тут где у меня был вот этот стык некрасивый которым я особо не занималась который мне не нужен я с в этом месте видите обрезала стакан достаточно широко потому что сейчас я накладываю вот эту декоративную ленту закрою эти некрасивые срезы тем самым это будет выглядеть красиво аккуратно дополнительные вот такие вот детали они будут притягивать взгляд будет хотеться рассматривать этот стакан ну и конечно если вы оставите просто срез это будет но некрасиво неопрятно и его конечно можно обработать как-то там зачистить взять наждачку но все равно красивее будет если приложить вот такой кусочек джинсовой полимерной ткани простроченный то же самое я делаю сверху то есть оформляю красиво этот верх и вторую часть разреза тоже я оформила еще сделала как будто кожаные вот такие вот уголки там я просто иголочка прорисовала строчку и вот такие вот прямоугольники прикрепила по углам также очень классно получилось теперь мне нужно сделать но но не просто дно вырезать по кругу и по размеру стакана так как у меня есть детали которые предназначены для того чтобы держать кисточки там кисточки пинцетики эти детали они находятся по центру стакана и они не пол не будут полноценно держать например кисточку мне нужно сделать продолжение этих держателей снизу как будто сделать донышко вот то есть видите сейчас кисточку ставила и обрезаю так чтобы у меня кисточка стояла на донышке дальше также буду это еще обрабатывать но у меня получается с этой стороны будут размещены как бы три кисточки потом там ватные палочки и для пинцетика еще тоже маленькое отделение видите какая у меня часть на стеклышке она не ровная такие вот интересные интересная такая форма получилась обрабатываю гелем фильм обязательно для того чтобы запеченный стакан соединился с не запеченный еще длинный то есть со своим дном прикладываю это все аккуратно назад прижимаю ну совсем совсем чуть-чуть также мне захотелось красиво оформить ту часть которую я вырезала еще ее низ можно делать можно не делать мне захотелось и я решила таким вот образом сложить полимерную блину сделать такой этот кусочек таким его объемным также я сделала строчку из полимерные нити и потом не прижимая аккуратно просто приложила эту деталь и прошлась там фимогелем для того чтобы это все соединилось так как прижать сильно я не могу вот видите как аккуратненько красиво это выглядит вот очень классный результат мне очень понравился и можно сделать для себя такой подарок можно для кого-то кому кого-то поздравить кому-то подарить такую штучку на день рождения цветовая палитра как не конечно тоже тут может быть многогранно можно не только джинс имитировать вот посмотрите я уже запекла и вот так выглядит вот так выглядит уже фактически готовый стакан тут осталось его только декорировать я решила сделать ромашки у меня будет одна ромашка стоять в кармашке то есть выглядывать так немножечко на бок она завалилась эта ромашка но от этого она смотрится еще милее для того чтобы проработать текстуру листочка я использую просто иголочку прорисовываю вот такую красивую текстуру и конечно же серединка у ромашки желтенькая аккуратно аккуратно оформляю серединку взрыхляю ее иголочкой на данный момент у меня все запечено кроме вот ромашек ромашки божьей коровки и так далее потом я уже запеку вместе с ними но можно было еще раз обработать на то есть еще один пласт длинным наклеить чтобы там все зазорчики какие-то все какие-то неровности уже полностью скрыть поэтому если вам покажется что после запекания после того как вроде бы все готово но донышко у вас не такое идеальное можно еще один финальный пласт длинные разместить на донышке завершающий красивый аккуратный который будет выглядеть уже финишно красиво далее с божьими коровками тут ничего сложного формируете капельку но такую не заостренную а там где головка божьей коровки она все-таки должна быть такая округленькая и с помощью акриловой черной матовой краски я рисую прорисовываю все детали обязательно конечно же характерные точечки белые глазки и вот такой вот органайзер получился мне очень нравится я буду пользоваться им сама очень классный очень яркий очень стильный очень такой даже летний несмотря на осень на дворе надеюсь мастер-класс понравился все вопросы в комментариях а мы увидимся на следующем уроке